Музыка разных жанров и разных направлений наполнила своим звучанием, казалось бы, небольшую улицу почтовую. Рок, акустика, альтернатива – все это лилось с разных уголков улицы. И ни одна из групп не мешала друг другу. Сегодня 8 сцен у нас. Добавились детские сцены, добавились их наполнения. То есть вот эти моменты очень интересные. Три главные сцены, две у нас по бокам сцены, внутри улицы сцены. Вообще много-много всего интересного. Все надо посетить обязательно. Помимо всех сцен, расположенных на почтовой, работали также и другие площадки. Здесь и группы поддержки, и мастерские рукоделия, выставка картины, фотографий, а также площадка бассейна «Аквамед». Она работала совместно с «Радио Кей». Диджеем площадки стала Анна Ларина. Площадка была организована не случайно. 1 августа бассейну «Аквамед» исполнилось 5 лет. В честь этого физкультурный комплекс распахнет двери для друзей и любителей активного отдыха. В нашем бассейне представлены очень большое разнообразие программ. Это начиная со свободного плавания для взрослых детей, начиная с 7 лет. Аквапрограммы для будущих мам, для беременных, аквапилатес, аквапитнес. То есть новые программы, которые мы планируем в этом году развивать. Но это не все, чем бассейн «Аквамед» порадует рязанцев. В августе в физкультурном комплексе пройдет сразу несколько бесплатных занятий. Записаться или узнать о них подробнее можно на сайте бассейна или в группе в социальных сетях. В честь выделения бассейна мы проводим бесплатные занятия по аквапрограммам. Тестирование этих акций. Все желающие могут записаться на эти программы, познакомиться с ними на сайте, в социальных сетях Аквамеда ВКонтакте и в Инстаграм. Музыка более 50 коллективов прозвучала сразу с нескольких сцен. Привычные новые песни, запоминающиеся выступления и, что самое главное, положительные эмоции. Так запомнится рязанцам прошедший фестиваль «Подбелка-2019». Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.